Приветствую вас всех на моем канале, меня зовут Руслан. И сегодня я уже пошел почти ровно год с тех пор, как я был на выставке Лес Древмарш. Эта выставка проходит каждый год осенью в городе Киев. Для тех, кто не знает, эта выставка представляет собой всякие возможные, то есть деревообработающие центры, станки, фрезерные машины, потом технику, фрезы, диски, шпон, клея и много всего, по всяких разных товаров. Ну и конечно на этой выставке будем мы, то есть блогеры. Соответственно, хочу вас всех пригласить, кто смотрит мой канал, кому интересно вообще работа с деревом, приезжайте обязательно, приходите, кто живет в городе Киев, кто рядышком, кто даже далеко, я знаю, очень много людей приезжают. Мы будем рады вас видеть. Будет опять же так же самоорганизована небольшая территория, мастерская, там где будут находиться, то есть мастера, блогеры. Приедет туда Юра Ханюкстолер, я возьму ему пантрот, он просил, и он хочет что-нибудь там запилить, сделать там листол или табуретку. В общем, будут мастер-классы представлены для начинающих, те, которые двигаются в этом, которым интересно. Также можно будет и пощупать инструмент, попилить. Потом еще приедет Игорь Стечкевич, это мастер по резьбе, который ковыряет, режет, как бы берда дерева. Можно будет задать ему вопросы, соответственно, по резцам, по дереву, всякие всевозможные, попробовать, взять какой-нибудь мастер-класс у него, попросить. Будет Владимир Сотник, он как бы не публичный человек, в том плане, что на ютубе его нет, но есть в фейсбуке. Внизу в описании я дам ссылочки на этих блогеров, которые там будут присутствовать, мастеров, которые будут там присутствовать. Владимир, он делает замечательные тарелки, точит чаши, классные игрушки делает из дерева. Кстати, в мастер-классах от него будет тоже по изготовлению детских игрушек. Так что приходите для тех, кому эта тема тоже интересна. Ну и, соответственно, от себя я тоже оставил мастер-класс. Сейчас будет какой, я думаю, это все будет сюрпризом для вас. Муши их, в принципе, как бы в заготовках можно привезти и сделать несколько вариантов. Какой еще точно не определился, может быть, все. Но так же само будет и Владимир Ядакимов, который обещал к нам приехать. Владимир, мы тебя ждем, держим твое слово. Конечно же, я в этом году сделал много новых проектов. Это было и Бабьер, то есть тот же Шконторез. Вот я его привезу. Привезу туда Бандроутер, провезу Гриндер из новых проектов. Если еще успею там один проект сделать, новый тоже привезу. Ну и сзади стоит уже полуфабрикат. Я еще довожу его до ума. И вот, обещаю, что будет очень сочный. Это ленточная пила на три колеса. Как бы обзоры характеристики в этом видео я показывать не буду. Это все можно будет увидеть на выставке. Приходите посмотреть. И почему же все-таки разница эта пила, почему я сделал, для каких целей. Просто здесь еще будет фишка. Фишка будет классная, поверьте. Я думаю, что вас это все удивит. Это, конечно, пила не будет. Она уедет на Харьков. Но там на нему стоит парень, который живет в Киеве. И эта пила для него предназначена. Если он даст разрешение, то мы ее тоже может быть. Если будет место, то разместим ее на выставке для сравнения. То есть, чтобы можно было попилить там и там. Хотя, как бы, помощности они практически одинаковые. Вот. Как бы, такой мини-агнонс. И к заключению хочу сказать, что на эту выставку можно зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Внизу в описании будет ссылка. Заходите, регистрируйтесь и берите бесплатный билет. Если вы этого не сделаете, конечно, вам придется заплатить 45 гривен за вход на эту выставку. Но если не хотите, то у вас есть возможность. Есть такая привилегия. Воспользуйтесь этим. Еще, в принципе, возьму с собой, наверное, фрезер. Маленький фрезер. Фрезерный столик. Чтобы потом пофрезеровать мелкие детали. Может быть, какое-то не получилось, не сложилось. Мы обо вас тоже подумали. О том, что мы сделаем прямую трансляцию с этими мастер-классами. Может быть, частично, не сразу, потому что, когда он идет очень без перемоток, да, там, с разными паузами, то она будет очень долго и растянута. Мы, я думаю, делаем это сегодня отрывками. Постараемся все-таки, как бы, сделать. Потому что людей очень много, внимания хотят все. И бывает просто не успеешь. Но я в этом году уже, как бы, есть опыт. Подготовился к этому. Вот. Еще возьму там несколько новых проектов, которые я там запланировал. Вот. И, как бы, чтобы было это более удобно. Вот. И снять это все дело. Надеюсь, что там будет у нас хороший интернет. Вот. Потому что это очень важно. Киев, 4G, Киевстар, возможно, будет. Все-таки. Вот. Я вам дам трансляцию. Я даже знаю тех людей, которые смотрели в прошлом году эту трансляцию и загрели желание, и мы приехали туда. Вот. Возможно, у вас так же самое будет это. Конечно, на это я не делаю уклон. Я просто делаю для того, чтобы показать этот немножко обзорчик всего происходящего, что там будет. Поверьте, это для развития, как бы, очень полезно поехать и посмотреть вообще, как мир шагает с техникой именно в ногу. Конечно, многое, что там может быть и не представлено, может быть, еще какие-то есть свои минусы. Но я знаю, что организаторы этой выставки стараются, то есть, как бы, это все дело убрать, усовершенствовать и стремиться к лучшему. Поэтому и мы это стараемся поддержать, это все дело. И так же само вы поддержите. Поставьте лайк, сделайте репост на какие-нибудь соцсети, каналы и все остальное, чтобы пригласить этих людей, пригласить больше людей на эту выставку. Для того, чтобы ее сделать более интересной, такой интенсивной и сочной. Еще минутка. Одна минутка. Хотел сказать, эта выставка будет более интересной, если, конечно же, мастера или блогеры будут приезжать на эту выставку и проявлять желание участвовать на этом. Потому что к этому все ему идет такой большой плюсик. Можно познакомиться поближе, поделиться опытом, пообщаться на разные темы, то, чем мы живем и двигаемся в этом. Поэтому приходите, пообщаемся. Не забывайте про нас, потому что мы приезжаем для вас и для того, чтобы соединить это все вместе, более, то есть, как бы, для общения. Поэтому это относится не только к мастерам, но и к начинающим, те, которые вообще, то есть, любят работу с деревом. Не проходите мимо. Мы ждем вас. Обязательно приходите. С вами был Руслан. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok